Гжель Традиционный гжельский фарфор совсем не монохромный. История его насчитывает уже более двух веков, и старинная гжель знала самые разные краски. Были у местного фарфора взлеты и падения, были времена почти полного упадка, но сейчас промысел живет полной жизнью, и рядом с привычными бело-синими рисунками выходят из-под кисточки художника, сверкающие многоцветием, веселые и слегка легкомысленные цветные фарфоровые фигурки. Эта техника, кропотливая, почти ювелирная, требует огромного труда, тщательного подбора красок, да еще таких, чтобы при обжиге они не теряли цвета, чтобы сочетались с фарфором и глазурью, но зато каков результат? Полюбуйтесь, это гжель. Настоящая, традиционная, впитавшая вековые традиции местных живописцев. Впрочем, сейчас основная масса гжельской посуды действительно расписана только синим кобальтом. Взлет популярности кобальтовой гжельской росписи приходится на время подготовки Московской Олимпиады. Потерял гжель от использования только одной краски? Нет, нисколько. И одним кобальтом художники ухитряются передать массу оттенков и настроений. Однако, прежде чем выкатиться из обжиговой печи во всей своей синей-бело-золотой красоте, фарфору предстоит длинный и непростой путь. Для начала надо изрядно повозиться с глиной. Для формовочной машины глину пропускают через шнековый фильтр. Получившиеся чушки режут на толстые блины. Для этого используют тонкую стальную проволоку, натянутую на металлическую рамку. Потом каждый такой блинчик кладут на вращающуюся оправку и механически раскатывают, придавая форму будущего изделия. Лишний состав срезают, но ни в коем случае не выкидывают. Фарфоровый материал – штука недешевая. Обрезки собирают и опять пускают в переработку. Сложные изделия отливают в гипсовых формах. Для этого исходный материал – шликер – готовят в больших механических чанах-смесителях. Шликер должен быть достаточно жидким, чтобы хорошо заливался в форму. Кстати, жидкий материал используют и для автоматизированного пресса, на котором под давлением отливают блюда, салатники, большие тарелки. Время от времени отливки проверяют. В массе не должно быть никаких дефектов. Для этого контрольные изделия разрезают, на срезе все дефекты хорошо видны. Влажное изделие ставят на деревянные поддоны для просушки. Изготовление любой фарфоровой чашки, тарелки, вазы или фигурки начинается с модели. Сначала мастер готовит гипсовую смесь, затем по рисунку начинает формировать модель. Работа эта долгая, требует высокой точности и отменного глазомера. Ну и, конечно, руки. Руки у модельщиков просто золотые. От их мастерства зависит, какими получатся и чашки-тарелки, и вазы, и сложные скульптурные группы. Такие, как, например, эта форма для каминных часов. Модели для изделий попроще, например, для вас, делают на своеобразном токарном станке. Но и здесь главное – глазомер и твердость руки мастера. Слой за слоем снимает он с заготовки все лишнее, сверяя свою работу с эскизом модели. В этой работе воедино сливаются мастерство гончара и токаря, искусство скульптора и острый взгляд художника. В конце концов, получается полноценная гипсовая модель. Более сложные фигуры – это уже в чистом виде работа скульптора. Следующий этап производства – изготовление форм. Их делают тоже из гипса. Вообще, в фарфоровом производстве гипс после глины – материал номер один. Во-первых, он легко обрабатывается, хорошо держит форму, достаточно прочен и долговечен. И, во-вторых, очень хорошо впитывает воду. Для изготовления форм используют специальные контейнеры. Их очищают, смазывают, укладывают внутрь подготовленные модели, стягивают бандажами и заливают гипсовым раствором. Очень важно, чтобы в нем не было пустоты. Даже мелкие воздушные пузырьки сделают форму негодной для работы. Когда же гипс схватывается и высыхает, контейнеры разбирают, вынимают формы, убирают литники и мелкие внешние дефекты. Все, форма готова. В собранные и стянутые бандажами формы заливают шликер и дают постоять примерно 15 минут. За это время гипс впитывает в себя воду из тонкого наружного слоя заготовки, и она остается в форме. Лишнюю массу шликера сливают, дают заготовке еще немного постоять, и форму можно разбирать и вынимать будущие изделия. Теперь наступает черед установки ручек и носиков на чашки и чайники. Их просто приклеивают практически той же фарфоровой массой на заранее размеченные места. Перед первичным обжигом его ведут при температуре от 850 до 950 градусов. Заготовки должны основательно просохнуть. Их грузят на деревянные подносы и устанавливают на большие стеллажи, где они и будут дожидаться первого обжига. После этого изделие станут называть утиль. Следующая важная операция – контроль после первичного обжига. Все без исключения изделия окунают в раствор красного анилинового красителя фуксина. После этого любые, даже самые мелкие дефекты становятся отчетливо видны. Фуксин хорош тем, что он очень не стоик на свету, и от него на готовом изделии не останется никаких следов. На этом же этапе все изделия маркируют кжельским фирменным знаком. Наконец, начинается роспись. Собственно, то, чему подчинено здесь все. Несмотря на то, что рисунки вообще-то утверждены и делаются по образцам, каждый из них оригинален. В каждом виден почерк мастера-живописца. На столах художников вся роспись выглядит непривычно в розово-черной гамме. Но розовый фуксин при обжиге исчезнет, а черный краситель, главная составная часть которого оксид кобальта, станет ярко-синим. В зависимости от того, что художник расписывает, изделие может стоять на столе или на вращающейся подставке. Если нужно нарисовать на чашке или тарелке ровную полосу, как раз и используют крутящийся столик. Рисунок на фарфор наносят мягкими кисточками. Мазок делают плавный, широкий, а в зависимости от нажима и количества краски на кисточке изображение можно сделать ярким и контрастным или едва заметным. Ну вот и роспись готова. Теперь приходит пора глазури. Правда, сначала на донышке будущих чашек тарелок нужно нанести слой парафина, чтобы в печи они не приплавились к полкам. На любом фарфоровом изделии есть шершавый поясок. Вот он и был обработан парафином. Операция нанесения глазури с виду очень проста, но и здесь есть свои тонкости. Нужно обязательно добиться, чтобы слой глазури был тонким и очень ровным. Правда, опытные мастерицы справляются с этим делом играючи. При обжиге глазурь и кобальт сплавляются, образуя тонкую стекловидную пленку, благодаря которой изделия становятся водонепроницаемыми, а рисунок очень прочным и нестираемым. Обжиг, покрытого глазурью фарфора, ведут при температуре 1400 градусов. Установка изделий на обжиг тоже целая наука. Надо все расставить так, чтобы циркуляция горячего газа в печи была равномерной, чтобы большие изделия не заслоняли маленькие, чтобы не было зон с более высокой или более низкой температурой и много еще других тонкостей. Но вот все расставлено. Печь, напоминающая по размеру небольшой товарный вагон, готова. Массивные ворота отъезжают в сторону. Тяжеленные, загруженные доверху пока еще только будущим фарфором вагонетки аккуратно закатывают в печь. Подают и зажигают газ. И только после этого, проконтролировав работу всех горелок, закрывают ворота. Обжиг будет идти несколько часов. За это время фарфор приобретет прочность, кобальт проявится во всей своей красе. После обжига печь долго остывает, открывать ее можно только на следующий день. Вагонетки с готовой посудой подцепляют тросом к лебедке и так же аккуратно, как и закатывали, выкатывают. Теперь посуда будет долго остывать на воздухе. В цехе в это время не должно быть никаких сквозняков. Окна и двери держат закрытыми. Но зимой-то еще ничего. А вот летом температура в цеху может повышаться до 50 градусов. Но все равно, открывать окна или включать вентиляцию ни в коем случае нельзя. Иначе горячий фарфор полопается, и вся работа пойдет на сморку. Обжиг закончен. Посуда остыла. Ну что, теперь все? Оказывается, нет. Есть еще одна важная операция. Это ОТК. Опытные мастера, знающие все производство до тонкостей, контролируют готовый товар и присваивают ему сорт. На всем, что выходит с завода, ставится штампик. Зеленый – третий, синий – второй, красный – первый. Здесь же в ОТК исправляют небольшие огрехи. Кстати, если на посуду нужно нанести золотой рисунок, это делают после основного обжига. Золотой надглазурный рисунок закрепляют термически, но при более низкой температуре. Но вернемся на ОТК. Мы долго искали, чем первый сорт отличается от третьего. Спросили у мастера. Она сказала, ну как же, неужели не видите, вот у этой чашки один край выше другого почти на миллиметр. Это же безобразие, но мы не увидели. Изделия кжельских мастеров уже более трех сотен лет радуют глаз на кухнях и в гостинах, на столах у простых людей и людей побогаче. И всем кжель приходится по вкусу. Так что же такое все-таки кжель? Произведение искусства, декоративные штучки или обычная посуда? Конечно, посуда. Только посуда не простая, а очень красивая. И для готовки, и для еды, и на каждый день, и на праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok